Любой ценой, как угодно, уничтожить, задавить Россию. Давайте начинать воевать. Как ты можешь себе представить? Вот есть прямые указания президента, что по поводу экономики, что по поводу финансов, что по поводу образования, которые игнорируются и саботируются. Сына говорил, что это власть. Привет, друзья, я Григорий Герман. Слышите вой из болот? Нет, это не собаки Баскервилли, и это не вой пропагандонов. Пока еще нет, пока еще рано. Это вой ветра, ветроперемен. Это дух Пригожина и дух Суровикина. Тоскливо вою в смертельной тоске от упущенных возможностей и прерванного акта захвата власти. Это стонет дух Гиркина. Он вообще всегда стонал, но сейчас он стонет не один, а с хором ноющих патриотов, чьи нежные и патриотически правильные носы столкнулись с КамАЗом российской эфемиды. И у них, в отличие от того же Пригожина, которого этот КамАЗ аккуратненько объехал, из-за того, что характерный, не такой патриотичный нос Пригожина выглядывал из командирского люка танка, у рассерженных патриотов танка не нашлось. Поэтому КамАЗ российской власти проехался прямо по ним. И теперь они хором стонут. Этот ветер перемен еще недостаточен, чтобы превратиться в бурю, способную снести к валаамским монахам всю конструкцию российского государства. Но он достаточно силен, чтобы снести башни российским пропагандонам. Так что сегодня смотр снесенных башен российской пропаганды. Мы увидим, как снесло башню у Атоса, как съехала на Бекрень бутафорская башня директора Мосфильма и бесконечного лауреата всего, что только можно потратить. Мы увидим башню танка Владимир и оторванную напрочь башню мидовского чудовища Машкина. Работы непочатый край. И вся эта работа на грани подсознания. Так что сегодня мы будем лицезреть все эти сорванные башни вместе с прекраснейшим Алексеем Ковжуном, который вообще специалист по башням и по их сносу. И все это вместе лучшая пропагандистская пятерка. Поехали! На пятом месте нашего рейтинга характерные усы и бородка человека, который мог бы утверждать, что ставка пропагандона по вызову в Останкинскую студию, оплата Почасова, это слишком много для офицера, но слишком мало для писателя. Но на авторские от гениального романа «Зенитная батарея, не тронь меня» «Не проживешь тысячи чертей!» И граф Деляфер, давайте по буквам, Деля Харитон Евгений Роман. Ну да, правильно, Деляфер. Российская пропаганда Владос Шурыгин не гнушается и такого заработка. Кстати, роман удивительная дичь. Сразу видно, что жанр исторического романа это не его. А вот жанр истерической пропаганды самое оно. Полет фантазии, громкие заявления, шокирующие выводы. Да если б Шурыгин так книжки писал, цены б ему не было. Особенно радуют неожиданные повороты сюжета на 360 градусов. Смотрите, вот как раз сейчас будет один такой. Итак, по сюжету героическая армия вступает в бой с заведомо слабым противником, которого по всем раскладам должна вынести в одну калитку и с триумфом пройти парадным маршем по главной улице захваченной столицы. Назовем ее условно Крест. Ну, киевляне ее так реально называют. Это я вам как киевляне говорю. Крест. Но что-то идет не так. Заведомо слабый противник на характере чистит башню агрессору кирпичом. Агрессор в соплях отползает, потом опять отползает, потом опять лезет со своей дурью, опять теряет инициативу и отгребает. А типа слабый противник вот уже более полутора лет войны продолжает делать то, чего от него, но никто, включая самых верных союзников, не ждал. Дает типа более сильному по соплям. Что делает в такой сюжетной ситуации в ладос. Внимание! Поворот! Ну, давайте начинать воевать. Наши солдаты воюют насмерть, стоят насмерть, совершают чудеса. Мы смогли сделать то, что, в общем, от нас вообще никто не ожидал. Мы огромные украинские силы перемололи вообще в предполье, в полосе обеспечения. Плюс в результате их контрнастов мы освободили довольно существенную территорию сами. Так если мы, наши войска, это делают, давайте будем их достойны на всех уровнях. Очень справедливо. Согласен. Кто ж спорит-то? Действительно и правда. Сделали то, чего от них не ожидали. И даже трусоватые немцы, которые говорили, что через 48 часов будет другая реальность, и эксперты, которые говорили, что Киев возьмут за три дня, русская армия всех удивила, укакала из штаны и дриснула, выбитая украинцами. И потом из Киева за три дня получилось Бахмут за шесть месяцев. Десять месяцев. Десять месяцев. За десять месяцев. Так что да, действительно, все правда удивили. Русские богатыри стояли насмерть, потом умерли насмерть, потом некоторые сбежали насмерть, некоторые в клен сдались насмерть. Ну, богатыри. Вопросов нет. Но это удивительное дело. Все-таки, казалось бы, через полтора года можно было бы к этому привыкнуть, но они умудряются все дальше и дальше, все глубже и глубже погружаться в пучину несоответствия того, что происходит, тому, что они говорят. Более того, они каким-то удивительным образом умудряются на себя перенаправлять прожектор, который светит в абсолютно другую сторону. Ты знаешь, им есть у кого поучиться. Вот Шойгу недавно был в Северной Корее. Да. Вот они празднуют день победы над Южной Кореей. Что меня удивило. Хотя я думаю, а чего я удивляюсь? Мы же помним, как они победили на Олимпийских играх и Чемпионат мира по футболу выиграли. Тогда у тебя есть один телевизор, который смотрят доверенные люди, которым можно телевизор позволить купить. И есть за что. То можно побеждать вообще во всем и всех. Я удивлен, что они еще на отражение, на падение инопланетян не отразили. Вполне правильно. Да, кстати, недоработка, недоработка. Надо подсказать. Можно намонтировать из парочки голливудских фильмов такое прям вот ух. Гордиться будут страшное дело. Только рыбы мороженой не хватает. Но гордости зато хватает. Маска железного человека открывается, а там лицо Ким Чен Ина. Такое, знаешь, вот сжатый. Вот так вот, и глаза на выкатим же. И вот так. Но очень неплохо. Ты думаешь, что вот это все является свидетельством того, что Россия движется по пути Северной Кореи? Ну, они очень стараются. Всех посадить, границы позакрывать. Интернет пока, ну, Ютуб пока не закрыли, но уже там зверствуют вот эти вот все троллифабрики. И людей сажают в тюрьму за репост чего-то невинного. Это как раз рандомный подход к репрессиям. Это, как оказывается, наиболее действенная форма репрессии, потому что ты не ожидаешь. Вот ты не знаешь, когда тебя накроют. И накроют ли тебя, и накроют ли кого-то другого. И они работают по принципу, по социологии. Вот учитель математики уже сидит, скрипач есть. Что у нас с сантехниками? О, двух сантехников приняли. Так, недоработочка, учительница младших классов. Давайте ее как-нибудь жестоко изобьем, чтобы все остальные учительницы младших классов понимали, что ее избили ни за что, и просто боялись. Вот просто боялись. И это работает. Вот когда у тебя вместо ГУЛАГа... ГУЛАГ – это же сложно, это накладно, это надо миллионы людей отправлять, это логистика, это сложно. Да и профессионалы нужны для этого, да? Откуда в России профессионалы хоть в чем-то? А тут ты берешь одного человека, которого там менты жестко бьют, прессуют, мучают, показываешь это по телевизору, разгоняешь в соцсетях, и у тебя результат такой, что этого человека все знают. Да. Те люди, которые его коллеги, ну, например, там, главные инженеры проектного института, вот они все понимают, что это как в каждой семье кто-то сидит в ГУЛАГе, потому что и учителя математики кому-то там руки переломали, скрипача забили до смерти в тюрьме, и вот, наконец, главные инженеры института, и тебе достаточно несколько сот человек жестко запрессовать и показать по телеку. Очень, ну, молодцы. Вот что умеют? Нужно врага хвалить за то, что он умеет делать, и, ну, учиться этому не стоит, но наблюдать с интересами. Да, уже унижать и уничтожать собственный народ в России уме, по-моему, всегда. Да, чемпионы мира по уничтожению... По сравнению со Сталином, даже Гитлер – щенок. Да, в том, что касается уничтожения собственного народа, который он считает своим, да, условно говоря. Хотя даже по сравнению с Холокостом, мне кажется, что уничтожение русских в России... И важное отличие, по крайней мере, Гитлер никогда не говорил евреям, что они братские народы. Да, да. Как-то все-таки присутствовала, пусть злодейская, но какая-то честность. А здесь все вот... Для вашего же блага. Для вашего же блага. На четвертом месте башня внешне красивая, представительная, холеная, даже в очках, что должно символизировать мудрость и загадочность всей башни и ее содержимого. Но вся соль в том, что башня – это кинематографическая, мосфильмовская, а значит, бутафорская. То есть из фанеры, картона, ДСП, палок и даже мох на ней из поролона, выкрашенного зеленой краской. Это башня Карена Шахназарова. И, как и положено любой бутафорской конструкции, она вообще не была рассчитана на реальные удары реальной стихии. Вообще вся вот эта киношная бутафория, она совершенно не рассчитана на реальную жизнь и реальные ветры. Киношные башни имеют в лучшем случае две стены из четырех. И стены эти складываются от любого ветра, чуть посильнее приятного прохлаждающего бриза. А тут Пригожин дунул. Вооруженные силы Украины так вообще ветродуй включили. Тут этим ветром танки и вертолеты сносят. Так что у Карена башню снесло, ударило и перекинуло. И он наехал на власть. В принципе, война идет, ребята, война серьезнейшая идет. Мы как-то вот до сих пор этого не понимаем. Я вот люблю очень слушать... То есть мы-то понимаем, но такое ощущение, что большая часть политической элиты не понимает этого. Ну, им надо как-то объяснять уже, пора это делать вообще-то. Мне очень нравится этот барский тон. Вот это вот... Ну, как бы... Вот все как бы да, но, в общем, нет. И нужно как-то... Вот... Причем там же не присутствует... Давайте сделаем это. Да. Вот даже если взять, что... Представим, что мы на стороне этого самого Карена Шахмазарова. Он же не говорит... Мужики, давайте как-то разбудим нашу политическую власть и начнем воевать по-настоящему. Хотя, что может быть более настоящее, чем вот эти вот месяцы. Я не очень понимаю. Но присутствует некая констатация и пассивная агрессия по отношению к тем, кто не проснулся и к тем, кто их, по идее, должен разбудить. Но не я, конечно. И вот в этом, мне кажется, такая квинтэссенция русской культуры. Вот это вот... Скорбеть о несовершенстве мира и русского политического класса, сидя на мягком диване. Можно в студии, можно на кухне. Не имеет значения. Да. И что поразительно, они вот эту вот мантру про то, что, ну так давайте же воевать, наконец. Ну, прав. Ну, давайте воевать. Они же повторяют снова и снова, потому что, когда не получается Киев за три дня, то становится понятно, что, ну, наверное, мы не воюем. Потому что нам же рассказывали, что, когда деды забывали, мы же там вот это... Ух! Ах! А оказывается, что все это вообще... Ну, такая себе история. Потому что... Украинский фронт, и Белорусский фронт, и Второй Украинский фронт. И оказывается, в общем, ну, как бы нет. Ну, не получается. А вот это изумление и некоторое даже раздражение по поводу несоответствия вот этой вот сбитой из телевизора фальшивой памяти и реальному происходящему, оно выражается вот в эту вот... Эх, скажи-ка, дядя, ведь не даром. Вот это вот... Нравится мне эта интонация. Пусть новит. Это прямо хорошо. Это действительно очень хорошо. И вот ты абсолютно прав по поводу вот этого вот барского «Пошлите человека, пусть он разбудит элиты в Кремле». Ты знаешь... Вот, видишь, все-таки... Все-таки ты украинец. Все равно у тебя есть «Пошлите человека». Тут же нету даже вот такого побудительного действия. «Надобно, чтобы...» Вот, то есть... Оно вообще в формате «Пролетело, то пуило». Что пролетело, что пуило? Надо, чтобы они... Вот надо, чтобы они вот это поняли. И вот я же об этом говорю. Ну, давайте. Потому что послать человека это какое-никакое действие. Ну, то есть кого-то там нажать на кнопку, отдать распоряжение, говорить с этим человеком. Нет. Ты все-таки, знаешь, русский из тебя не получится. И слава богу. То есть оно должно все само каким-то образом, да? Вот оно должно произойти. Как-то вот надобно, чтобы... Слушай, так почему-то тогда получается, что у Путина та же самая. Ведь то, что он делает сейчас, да, там, типа, проводя какие-то красные линии, пытаясь обострить где-то там, да? Вот Сувалкский коридор мы теперь угрожаем НАТО, да? Мы там угрожаем зеленому коридору. Но на самом-то деле он же ждет, когда оно само все каким-то образом разрулится. И это тоже из этой же оперы. Абсолютно. Они же все выходцы. И пусть говорят эти хорошие русские, что отстаньте от Достоевского, эти подонки, они же его не читали. Они не читали. Они просто... У них ноги растут из той же задницы, что и у покойного Достоевского. вот эта вот история про надобно, чтобы и вот хорошо бы, и давайте вот это. Но у Путина есть штука, у него есть штат обслуги, который пытается ему угодить. Да. А для того, чтобы угодить, надо угадать. Что именно он сказал? И кто угадал, тот получит большую сладкую конфету, а кто не угадал и несколько раз не угадывал, может вообще куда-то деться. Ну вот как, например, вот Пригожин, он где? Вот где он? Назвестно. Не, ну вот что-то... Слушай, не, смотри, на самом деле с Пригожиной там все прекрасно, замечательно и понятно. Он, будучи предателем, вонзившим нож в спину своему патрону, встречается на форуме в Санкт-Петербурге с теми же африканскими лидерами, с которыми до этого встречался сам Путин. И он с ними фотографируется, он делает селфики. Все прекрасно. Он ярок. Мы не знаем, где он. Он такой немножечко, это, Шрёдингера, знаешь? Вот он не то в Апале, не то не в Апале, не то он есть, не то его нет, не то он в Питере, не то он в Москве, не то он в Минске, не то он под Бахмутом. Вот эта вот некая размазанность в пространстве, вот этого как раз стоит у него поучиться. вот везде и нигде. Вот это вот. И когда я говорил о том, что на самом деле Путин живет в той же парадигме, что оно как-то само должно произойти, а одним из наших самых больших союзников является коррупция, вторым самым большим союзником, мне кажется, нашим, украинским, является вот именно это российское. Да как-то оно будет. У нас на складах мыши съели 250 танков Т-90, нечего ремонтировать. А как-то оно будет. А вось да не вось. А вось да не вось. шесть зенитно-ракетных комплексов или там тунгусок поставлено сразу же после капремонта, из них не работает ни одна боевую часть. Да как-то оно все будет. И вот это вот да как-то оно все будет осяяно украинским солнцем перемогой майбутням не сдается. Абсолютно. Кстати, о танках. На третьем месте реальная башня танка. Некоторые могут увидеть в ней характерные черты лица Владимира Рудольфовича Соловьева. Ну там брови вот эти нахмуренные, жиллаки натренированные, такие как бицепсы у Арнольда Шварценеггера. Но в этом нет никакого противоречия. Ведь Соловьев это танк российской пропаганды. Правда, как и любой российский танк, он имеет множество откровенно слабых мест. Ну например, тыл. Заднюю часть. У любого танка корма это слабое место. Ну все-таки любые танки это прежде всего про крепкий непробиваемый лоб. Вот и Рудольфович у нас в лобовой проекции тверд, как фортификационный бетон. А вот удар в, так сказать, корму вызывает у него практически моментальную детонацию боекомплекта. А у Запада есть оружие, которое действует в таком случае безотказно. ЛГБТ-РПГ. Один выстрел, один сюжет и все. Столб огня, дым из ушей, из стволов вылетают цитаты Святого Писания и через секунду башню танка Владимир сносит вверх и в сторону на нескольких десятков метров. Я серьезно сейчас, ребята, сделайте потише, потому что мы тут, конечно, запикаем все. Но зачем вам столько пиип в жизни? Всегда говорил, что это власть пи***а. Он это просто радостно показал. Представляете, колонну в Германии возглавляет посол Украины в Германии Алексей Макеев. Возникает вопрос. Так вы либо выберете, либо вы о православии так печетесь, либо за пи***а вратуете. То есть или-или, одновременно никак нельзя. Напомню, сказано в Писании, мужчина не возляжет с мужчиной, как с женщиной, предны будут оба смерти, кровь их на них. И также добавлено в Новом Завете, что мужеложники не оберящие царствие небесное. Поэтому вы просто с собой разберитесь. Если вы за европейские ценности, тогда не делайте вид, что вы борцы за православие. Вы прослушали послание Соловьева своим телезрителям. Стих 5, глава 4. из книжки никакой. Это, конечно, поразительно. Вот прав, наверное, все-таки был Путин, Россия нигде не заканчивается и границы у нее нет. Россия заканчивается. Граница России там, блин, а как же это? Да, где-то так. Это было там, где они получают звезды. Да, да, да. А это был ответ, собственно, на тему, что они не заканчиваются нигде, и поэтому их не останавливают. Ни чужая личная жизнь, ни границы, ни чужая духовная жизнь. То есть он недоволен берлинским гей-парадом, потому что с его точки зрения они все неправильно делают. Я думаю, что им было бы интересно, может, послушать его любез, как надо это делать. А также недоволен тем, что посол независимой страны присоединился к этому и тут же обвинил его, что он отступник от христианства, я не уверен, что наш посол пытался позиционировать себя как христианского святого, у него есть другая работа. То есть, может быть, личная жизнь у него святой, я не знаю. Но это не имеет никакого отношения к тому, что посол вообще-то его превосходительство и это посол суверенный одно государство, в другом суверенном государстве, а России в этой истории нет. Но им, ты понимаешь, им до всего есть дело, потому что их границы заканчиваются только там, где, собственно, они умываются кровяхой. И чем раньше это окончательно поймут наши европейские союзники, чем раньше они перестанут вздыхать по Толстоевски, Русиш-Культуриш, Большой театр, вот это вот, Чеков, Дядья Ваня, вот вся эта история, чем раньше они до конца осознают, что эту пошесть нужно просто бить веслом в лицо, желательно железным и долго, ничего не будет. Они так и будут вот это вот комментировать. Я бы хотел прокомментировать ваш образ жизни. Мы вас не просим, отступник от христианства. Так я и не приступал сжечь на костре. Ну, то есть безумие, причем безумие коллективное. Вообще эта тема, она у них проходит красной линией, на самом деле начинает. Ты, кстати, помнишь этот момент, с которого тема кей-парадов, тема ЛГБТ, у них начала вот прямо не то чтобы красной линией, а красной трубой 20-ти, не знаю, миллиметрового диаметра проходить через всю их информационную политику. С какого момента это началось? Ну, я это наблюю впервые в далеком 2014 году, когда в Кометро вдруг появилась история, что Евросоюз это обнищание и гей-браки. Ну, мое отношение к гей-бракам простое, я в них не вступаю. И, собственно, все. А как мне еще к ним относиться? И я, мы с друзьями по этому поводу хихикали, что это деньги выброшены на ветер до тех пор, пока мы не оказались в одном шахтерском городке под Донецком в 2014 году, где люди, которым вот это вот про гей-браки и все остальное так рассказывали, что мы, когда приехали с губернатором туда, это был март 2014, а они прям разгоряченные возлияниями и русской пропаганды, они говорят, это же приедут европейские гей-браки и будут нас заставлять с ними в брак вступать. А мой коллега смотрит на человека, а у него на лице написано пять поколений алкоголиков, подломанная хромосомка и пахнет от него плохо. и мой коллега мне говорит, я прям вижу, как вот салонные геи из Вены алчут тело этого персонажа, которое, во-первых, на двух шагах вообще от патологоанатома, который потребует, чтобы ему доплатили за то, чтобы он вот это как-то, но вообще это вот воинствующая, воюющая гомофобия, в литературе описано, откуда она берется. Это, собственно, задавленные комплексы и ну там вообще, вот там, вот где как раз Фрейд поскакал, размахивая сигарой. Потому что, ну, представляешь, мы с тобой сидим, вот болтаем и вдруг начинаем обсуждать гей-парад в Берлине или гей-браки. А, скажи, пожалуйста, ты собираешься вступать в гей-брак? А ты мне говоришь, нет, а ты, я говорю, и я нет. И ты мне говоришь, ну, слава Богу. А давай будем сидеть и бояться этого, да, еще нужно. Или вот этого. А, это, вот, если бы нам эти слабоумные не дали этот пас, ну, как бы, там гей-парад где-то, дай им Бог здоровья. А там где-то разрешены гей-браки, дай им Бог здоровья. А там не разрешены. Ну, как-то, все-таки, 21 век, как-то оно будет. Но оно как-то, ну, в другой, в жизни других людей. И оно же бывает откуда? Ну, во-первых, вот это болезненное желание, то есть, есть тяга и интерес. А во-вторых, знаешь, есть такие сплетники или сплетницы, когда ты встречаешь человека и говоришь, привет, как дела? А он тебе говорит, от юбки мужа ушел, Серега развелся, ребенок у него из школы выгнали, а ты спросил, как у тебя дела? Да. А у человека в жизни происходит ничего. И поэтому на вопрос, какие новости, он тебе рассказывает про неприятности с другими людьми, чтобы себя как-то хорошо почувствовать. И вот, мне кажется, два, собственно, корня и две ноги, на которых стоит вот эта вот русская телевизионная гомофобия, на том, что очень интересно и прям вот тянет куда-то туда. И, кроме того, ну, о чем еще говорить? Да, причем, а русскому народу что еще слушать, да, россиянам? Новостей же там по большому счету нету, то, что происходит на фронте, а, судя по всему, из-за постоянной бравурности, да, все тоже уже утратилось. Поэтому вот, когда утрачивается вот эта острота восприятия зрителям телевизионной реальности, всегда достали перчик, да, вот перчик достали, досыпали, досыпали гей-пропаганду, 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 бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай, о, все, нормально, и зритель опять такой, ух, как взбодрился. Да уж, действительно, этого мы понимаем. На это я пойти не могу, как когда-то, да, помнишь, говорилось. И вот из этого снова взбодренный зритель у нас есть перед экраном. На втором месте нашего рейтинга лучшая пропагандистская пятерка, чудовище, регулярно призываемое капитаном Лавроссой из самых темных глубин Мидовского дна. Это Машкин. Такой же страшный, зловонный, как Кракен, но Машкин. Готов сожрать в один момент и пустить на дно огромный корабль здравого смысла. Машкин живет там, где остальные столько не выпьют. Он дышит парами, которые могут опьянить и лишить разума роту солдат в момент. Машкин даже на фоне остального аквапарка Мид РФ выглядит устрашающе, особенно в Инстаграме. Но, ладно, это вкусовщина. А вот то, что она одна способна уничтожить любой здравый смысл в радиусе многих морских миль, это чистая правда. Машкину башню сорвало давно и надежно. Ее просто выпускают в случае угрозы. Судя по всему, угроза есть. Потому что выпускайте Машкина! Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них такой же был президент, как Путин. А у них все время те, кого им дает Запад. Вот это как это Фрейд, понимаете? Вот то, что происходит с Украиной, во многом, мне кажется, объяснил бы Фрейд очень быстро и очень свойственными ему категориями. они ненавидят внешне, ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина, ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно, открытого, решительного, знающего, говорящего не по, как вы говорите, бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чем он говорит, он дышит этим, он чувствует это. Это удивительный феномен Украины современной, но мне почему-то кажется, что это именно так. Подобный случай был описан в журнале Ярбухфер психоаналитикум психопатологик, как ты понимаешь? Абсолютно, и хочется, конечно, сказать этой дамочке, во-первых, садись два, а во-вторых, женщина, суньте голову под кран и немедленно перестаньте бухать. Это прям, ну, знаешь, интересно, вот Путин когда-то говорил, что вот Ганди помер и поговорить не с кем, а это вот вызывает дух Зигмунда Фрейда, и поскольку он у нее такой, вот как эти черти, которые белой горячки являются, то он, соответственно, кивает во всех нужных местах, это же ее фантазия, и подсказывает ей удивительные вещи просто. Оказывается, вот в чем наша трагедия, я бы даже взял глубже, трагедия, что Путин один, и больше никому, кроме русских, не достался. Вот ведь, и это печаль не только украинского народа, но еще американского, мазбикского, бельгийского, и остальных других народов, потому что вот человек, который дышит этим и живет этим, заметь, она не сказала чем. Чем, да. Просто вот этим. И не поспоришь, он же чем-то реально дышит, и чем-то он реально живет, да. Это же, помнишь, была советская эта песня «И как один умрем в борьбе за эту». До этого непонятно, но это очевидно вот то самое это, которым Путин дышит, слышит, писает и какает. Поразительно. Поразительно. Ну, ты знаешь, тут вспоминается такой был советский писатель Михаил Зощенко, мастер такого чудовища, сейчас его, я не знаю, как его сейчас можно читать, это вот такой вот сарказм с закосом под реальность, это было очень важно в Советском Союзе, и там вот у него была фраза, которая очень хорошо описывает эту даму. Там у него персонаж говорит с такой грустью в голосе, а мамаша совсем нехороши, и как ее к здоровым пускают. Ну, а на первом месте сорванная башня российской науки. Хотя, мне, честно говоря, сложно оценить, насколько нынешнее МГИМО имеет отношение к науке. Еще в советское время, я помню, МГИМО было в основном тихой гаванью для детей партийной элитки. Насколько я могу судить по отрывочным сведениям из нынешнего времени, там мало что поменялось, и все так же основные научные работы профессора МГИМО защищают на тему хеджирования активов, полученных от золотой молодежи со всего СНГ за сданные сессии. Ну, а насколько сильны выпускники МГИМО в своей профессиональной деятельности, мы можем судить по двум факторам. Первый, успехи РФ на, собственно, профильном для МГИМО в Международном фронте, где, как известно, даже президент ЮАР Дихлофа Ромофоса отказывается от подачек из рук самого Владимира Гроссмейстера, а второй, собственно, спич декана факультета мировой политики МГИМО МИД России, в котором он заканчивает и начинает мировые войны просто мановением языка. Многие наши проблемы, они исходят из того, что вот мы стоим на пороге, говорим, третьей мировой войны. А с моей точки зрения она уже закончилась. Ну, хорошо, четвертый будет. мы в четвертой мировой войне. Третью мировую войну мы проиграли. Просто наличие новых средств технических, я имею в виду новых вооружений, перевели войны между глобальными державами, мировыми державами в новый формат, формат холодной войны. Любая мировая война это война за новый мировой порядок. Сейчас мы тоже боремся за новый мировой порядок. Но ведем это теми же средствами, как вели холодную войну. Кто из нас тогда говорил об Афганистане? Мы, в принципе, все уже в таком возрасте, когда мы переживали, вот параллельно шла война, в Афганистане чувствовало это общество? Практически нет. И вот сейчас это происходит таким же образом. Вот там другая война. Там где-то идет, вот именно, там тоже была война, где участвовали наши вооруженные силы. И здесь сейчас общество продолжает жить. Оно не говорит, мы третью мировую войну ждем, а у нас идет уже четвертая. Против нас воюют другими средствами. Человек запутался в трех мировых войнах. Ну, а я тебе хочу сказать, что пока мы с тобой его слушали, мы уже пятую войну выиграл. Он просто не заметил. Да. Но вообще поразительно уже скребут по дну. Уже ну реально каких-то уже немыт. А кто это? Фамилию мы его знаем или это? Сидоров есть такой эксперт у них, Сидоров кассир. Но реально уже подбирают каких-то алкашей из-под ларька, потому что ну любой киевский таксист этому кмарю просто даст ну 120 очков вперед по части геополитики и понимания мировых процессов. По крайней мере не будет путаться ну вот в одном, другом и третьем, потому что он там у него взялся Афганистан, про средства, про... И как-то оно все... Ну вот реально хочется человеку на шкале к водочке дать копеечку и сказать ему иди отсюда убогий. Но интересно кстати, куда делись все вот эти вот которые такие вот бойкие были, бодрые, Красовский какой-то, который там предлагал украинских детей убивать, милый тоже человек, но он бойкий был, такой, эх! А, просвернен помреж, да, и этот катарский тоже стал помрежем. Да, да, да. Ну остались вот дедушки из-под ловика с заниженным инстинктом самосохранения, которое зато ну уж не обижайтесь. Какого, я каихов, так и с дыбом. Так, собственно, и вот это вот третье, это есть четвертое, встает, падает, наливает и закусывает. Вот. Но, знаешь, меня вот не перестает удивлять вопрос украинцев, которые говорят, послушай, а как русские могут верить в эту галиматию? Ну вот как в это можно поверить? И, потому что все же исходят из того, мне сказали по телевизору или там в СМИ, я включил критическое мышление, что-то оно не бьется, не верю. Включил, вроде бьется, окей, но я недоволен или доволен. И мы же пытаемся на себя все это примерить. А русскому человеку вот он садится рюмочку выпить, ну, раньше в средние века это перед камином делали у кого было, а теперь перед телевизором. Им по телевизору говорят, мужик, ты офигенный, ты прям, просто потому, что ты тут родился и ты понимаешь то, что я говорю, мы говорим на одном языке, уже поэтому ты офигенный. Просто некоторые этого не понимают. И это ужасно, давай поскорбим вместе. Но будет все прям вот, ну, как при царе-батюшке. Зачем включать критическое мышление? Оно тут сильно не помогает, потому что если его включишь, то дурочку поедешь. Просто с этой смегалочкой, санитарой, вся вот эта история. А так, а, мать, ну налей, видишь, победа у наших где? Ну, там в Берлине эти геев с этим украинским послом победили, и это была третья мировая война, уже четвертая идет. Надо только этих, чтобы политики наши проснулись и поняли глубину народного отчаяния. Вот такой тост. А ведь это, друзья мои, только начало. В том смысле, что события будут развиваться дальше так, что снесенных башен будет становиться все больше и больше. Ветер перемен пока только гуляет в вершинах деревьев российской власти, но никаких признаков того, что он утихнет, нет. Тучи все темнее, дышать в России все тяжелее, буря, скоро грянет буря. Кстати, а вам Скобеева не напоминает Гагару? До следующей недели и следующего топа лучшая пропагандистская пятерка!